А в Экодер в этом видео мы будем использовать чат GPT для нужд маркетинга или маркетинга. Например, я могу попросить его на английском написать мне некий маркетинговый план для социальных сетей, для развития нашего продукта. И вот он нам выдаст небольшой план, достаточно общий. Мы писали запрос, в принципе, достаточно общий. Если мы писали более точно, в каком конкретно контексте мы хотим наш план, для каких именно социальных сетей. И мы написали, что у нас продукт курсы по бизнес-успеху и медитации, но мы также не писали, какую конкретно аудиторию мы рассчитываем зацепить своим продуктом и прочее. Но вы можете быть достаточно точными в своем запросе. Плюс мы можем взять каждую из этих идей, каждую из этих частей плана и попросить рассказать поподробнее, либо расписать еще один мини-план из этого плана. Далее мы можем написать запрос на создание какого-то интересного слогана для нашего продукта. И для этих целей мы можем выбрать другой продукт. Скажем, мы выпускаем какие-то батончики из травы. И вот мы спрашиваем, может ли ты нам сделать для этого прекрасного продукта, батончики для травой, слоган. Итак, смотрим, какие есть идеи, предложенные нам в чат GPT. Например, ну, естественно, идеи все на английском. Это, скорее всего, является, каждый слоган является синтезом уже известных слоганов. Но вы можете попробовать на любом другом языке, на русском, например, и, собственно, поугарать над этим. То есть есть и такая возможность. И это он умеет делать. Итак, у нас есть крутой маркетинговый план, у нас есть крутые слоганы. Как насчет крутых продуктов? Например, мы можем составить запрос к чат-боту и сказать, что не мог бы ты написать нам 10 идей нового продукта, чтобы он поразил рынок. Это будет кружевное белье для котов. И посмотрим, насколько хорошо он с этим справится. То есть нам нужна целая коллекция, которая подвинет с пьедестала метров этой индустрии. Кошачьи бикини, кружевные ошейники, бельветовые корсеты. Все как надо. В общем, мы можем уже начинать нашу кампанию. И ее обязательно ждет успех с таким-то советником.